Продолжение следует... Друзья, мы дождались-таки этого благословенного момента, когда наше содержание полностью соответствует нашей аудиооболочке. Действительно, вдвоем сегодня Александр Янковский. Ну, скажите что-то, Александр. В общем, он тут есть. Я буду, знаете, держать паузу, поскольку чем больше актер, тем длиннее пауза. К сожалению, с большим прискорбием мы сообщаем вам, дорогие наши постоянные и не очень постоянные радиослушатели, что сегодня с нами не будет нашего постоянного гостя Сергея Макрушиным. Дело в том, что Сергей отправился на полуостров Крым. И в ближайшее время, целиком причем, да, отправился. И в ближайшее время мы ожидаем прямое включение непосредственно с территории Крымского полуострова. Приходит он там кругами по воде, собственно, надеется изобрести свой собственный рыболовный кружок, который через 2000 лет перерастет во что-то пухное. Это, знаете, Павел, не освобождает вас от ответственности прочитать самые свежие новости и самые главные новости этой недели. Друзья, вот Сергей Макрушин, наш керчанин, он нетипичный крымчанин, потому что... Я бы даже сказал, вообще не крымчанин. Потому что крымчане, на самом деле, ездят отдыхать не в Крым, а в Турцию и в Российскую Федерацию. Об этом заявил не кто-то, друзья нам. А директор крымского турагентства Туретна Марина Богданова, вот она заявила, что, на самом деле, Турция, Доминикана, Таиланд, Россия, Африка и другие направления в Европу не ездят из-за проблем с шенгенами, которые еще пока есть, но, тем не менее, вот Сергей в нарушение традиции отправился на полуостров. А между тем, друзья, вот как раз-таки, может быть, крымчане еще пока испытывают затруднения с получением шенгенских виз. Но между тем, они, я так понимаю, ждут, как и все, что вот совсем скоро без виз для Украины таки предоставят. И мэры городов крымских, они не исключения. Несмотря на то, что они назначаются Кремлем, тем не менее, главы администрации... Слушай, откуда у тебя такие выводы, что они не исключения, что им тоже хочется получить возможность без виз съездить? Потому что, Александр, они предусмотрительно сохранили у себя украинские загранпаспорта. Да, но они же не биометрические. Ну, тем не менее, все это вы знаете. Конечно. Ну, тем не менее, действительно, украинские журналисты телеканала 1 плюс 1, программа «Гроши», они дозвонились главам администрации Алушты Галине Огневой и Судака Владимиру Серову и спросили у них, есть ли у них там загранпаспорта. Представили с Дмитрием Полонским, предложили от его имени оформить им биометрические загранпаспорта украинские для безвизных поездок в страны ЕС. Ну и главы городов говорят, да, да не вопрос, мы список сотрудников, говорит, предоставим. И у нас, да, мы вынуждены были сдать внутренние украинские паспорта, но загранпаспорта у нас всегда лежат в надежном месте. Ты знаешь, если бы, я думаю, что если бы Дмитрий Анатольевич Полонский, вот человек, как быстро он дорос до отчества, но все-таки вице-премьер так называемого правительства Республики Крым, если бы он бы позвонил бы им и сказал бы, знаете, мне нужно срочно списки всех, кого мы отправляем в Сибирь на каторгу, они сказали, да, конечно, мы готовы, сейчас прямо предоставим, Дмитрий Анатольевич. То есть вопрос с украинским паспортом, он мог быть заменен на абсолютно любое другое требование, Дмитрий Анатольевич, сдать по миллиону долларов. Да, конечно, мы сейчас подготовим списки, каждый сдаст по миллиону долларов. Просто проблема в том, что очень сложно сдать то, чего у тебя, например, нет. Если у тебя нет украинского заграна, то тебе его сдать... Это понятно, Павел. Но, то есть любая инициатива со стороны крымских так называемых властей, она была бы воспринята чиновниками на ура. Снести все гостиницы. Да, конечно, сейчас список предоставим, снесем все гостиницы. Построить обратно все гостиницы. Да, конечно, сейчас составим список, все гостиницы снова будут построены. И, понимаешь, как бы они же колеблются с линии партии. И точно так же, как если, допустим, в 2017 году Дмитрий Анатольевич Полонский... А что так можно было? И если послезавтра, допустим, после Пасхи Дмитрий Анатольевич, он проснется, Полонский, и позвонит и скажет... Господа, значит, как бы поднимите флаги украинские над всеми вашими... Они скажут, да, конечно, как бы мы сейчас поднимем флаги. Да? Да. И вот так, оказывается, можно пыл. И, наверное, потому что до сих пор украинских флагов нет, молодежь Севастополя хочет покинуть, не хочет жить в Севастополе. Значит, такие результаты опроса интернет-издания примечаний Севастопольского. Причем 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в Россию, матушку, батюшку, а в Европу. Вот эту самую ненавистную. Потому что там Гейропа. Гейропа, да. Вы просто, Александр, пока еще не поняли всех достоинств, но мы после эфира начнем заниматься вас прозелитировать. А пока вы гуглите значительное слово прозелитировать. Смотри, значит, вот что сказала опрошенная Виктория, молодая Виктория. Севастополь классный, все красиво, родственники, родители. Но у нас есть желание уехать в Испанию. То есть, подожди, красивый, классный, но же есть желание уехать в Испанию. Главное, чтобы не на танках. Желательно. Хотя был такой опыт у Советского Союза в свое время, в 30-е годы, когда приезжали туда и на танках. Ну да, между прочим, на самолетах скорее. А потом называли все это гражданской войной. Что, да, вот как бы восставшие люди сражались с другими восставшими людьми. Но тут еще очень важно. Значит, по словам еще одного участника опроса Ивана в Севастополе, средняя зарплата программиста 20 тысяч рублей, что гораздо меньше, чем в соседней России или в Европе. Знаешь, я посмотрел на средние зарплаты. Он говорит, что вот средняя зарплата в Краснодарском крае, она там 55-60 тысяч рублей. А я тут как бы за 15 не могу себе найти работу. Но я посмотрел статистику средней зарплаты в Краснодарском крае. Она составляет 25 тысяч рублей. Я просто подозреваю, что у крымчан по-прежнему есть еще такая какая-то картинка мира, в которой есть такие регионы России. Вот рядышком они где-то совсем находятся. Просто их скрывают. Вот где средняя зарплата, она там тысяча долларов, две тысячи долларов. Это знаешь, такой, кому на Руси жить хорошо, крымчане с котомками. Знаешь, такой, и идут по селу, ходят по селу. И знаешь, как по-некрасовски приходят к помещику, говорят... У вас тысяча долларов. У вас тысяча долларов нет. Ну, пойдем в Мариэл. И так дальше. Ну, вообще, вы, кстати, не ездите, особенно в Европу, если вы крымское вино. Потому что вас там арестуют. Просто была очень забавная ситуация. Есть такая международная выставка Винитали. Это ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне. И проходит уже там с 67-го года. Проводится много дегустаций, выставок и так далее. Туда, в общем, российские чиновники взяли и отправили крымское вино из аннексированного полуострова. В качестве руководителя делегат. Вы кто, вино? Поедете руководить наши делегации. Ах, если бы. Ах, если бы. Но, на самом деле, там, разумеется, вино арестовали. По запросу украинской стороны. Потому что вино, собственно, из украинских, национализированных Россией, украинских винзаводов. Ну и после чего был целый фейерверк разных заявлений. Во-первых, заявила госпожа Захарова. Есть такой спикер у российского МИДа. Что это все безосновательно. Мы считаем, что это антикрымскую направленность. А потом Сергей Аксенов вообще назвал хамством. Нет, я понимаю, что с точки зрения Сергея Аксенова, любой человек, который отбирает у тебя бухлишко, это хам. Но, тем не менее, Сергей Аксенов, я вам больше хочу сказать. Хам — это тот человек, который отбирает у вас полуостров. Даже так? Ну, доказано в 2014. Но ты знаешь, на самом деле, из всего этих высказаний по поводу ареста крымского, ворованного крымского вина, украденного России, потом привезенного в Италию, мне кажется, что лучше всего высказалась господина... Господина, да, это... Госпожа, извините, госпожа Янина Павленко. Смотрю на ее имя, да, Янина Павленко. Она сказала, что арест — это отличная реклама. Арест, вина — это отличная реклама. Рувим Аронов такой, что можно было? Можно, да. Значит, госпожа Павленко сказала, что, по сути, этот инцидент стал для нашего предприятия хорошей рекламой. А ты понимаешь, как в ее сознании действует рекламная кампания? То есть ФСБ, ФСБ, рекламная кампания, мы раскрутим вас на всю Россию. Отберем ваше имущество и раскрутим на весь мир даже, в принципе. Ну, Янина Павленко, я просто напомню, друзья, это та женщина, которая до недавнего времени возглавляла завод шампанских вин «Новый свет». При партии регионов ее туда поставили руководить. Так вот, тот самый завод шампанских... Да, немножечко раньше. Подожди, про завод шампанских вин можно я еще одну цитату из Павленко? Потому что это важно. Потому что, значит, Янина Павленко очень возгордилась тем, что на самом деле ничего не смогли арестовать в этой самой Италии. Это крымское вино. Потому что на самом деле в бутылках был боярышник. Потому что, потому что всю продукцию выпили и арестовали только пустые бутылки. Ну, так сказала Янина Павленко, которая раньше руководила заводом «Новый свет». Не доставайся же ты никому, сказала она и всосала 4 литра мускат белого красного камня. 40 бутылок, 40 бутылок, Павел. Не 4 литра, 40 бутылок. И дохватка Янины Павленко и ее прошлая директорская должность винзавода дает о себе знать. Но, кстати, и кается, я думаю, сотрудникам «Нового света», потому что Сергей Аксенов заявил, что нужно выставить «Новый свет» на продажу. И летом его «Новый свет» продать. Нет, не весь поселок, пока только завод. Начинает с мелочей. На кортках тренируется. Он заявил, что есть много предложений от инвесторов, чтобы купить 100% акций завода. Почему он свою жену называет инвестором, непонятно. Заявил, что «Новый свет» сегодня производит полтора миллиона бутылок в год. Все Янина Павленко, как мы понимаем, не выпьет. И заявил, что мы обяжем инвестора сохранить коллектив, увеличить производство и так далее. Это вот, в принципе, они обяжут сохранить производство, увеличить коллектив, как это произошло, например, с «Крыммолоко». Абсолютно точно. Вот когда в прошлом году «Крыммолоко» абсолютно закрылось, да, а его купили, напомню, те люди, которые пришли, российские так называемые инвесторы, им оказалось выгоднее закрыть производство молока на территории Крыма, чтобы не создавать конкуренцию своей же продукции. Вот ты, директор... Абрау-Дюрсо, например. Да, я Абрау-Дюрсо, я говорю, покупаем, все. А больше покупать или нет. Абрау-Дюрсо, автостоянка. И знаешь, так бульдозер подъезжает, и так все, все в море, в Голицынскую тропу. А там можно застройку еще сделать. И Абрау-Дюрсо, все пьют Абрау-Дюрсо. Или, например, советское шампанское из города Гележи. Или «Боярышник», как бы. Вот ты производитель «Боярышника», и все. Слушай, а может быть, на самом деле, знаешь, как в фильмах про Джеймса Бонда есть такая одна мафиозная сеть, которая всем управляет, и вот наверху сидит главный «Боярышник». «Боярк». «Форт Боярд». Да, вот. И всем руководит. Слушайте, ну ладно бы, друзья, если бы только, на самом деле, алкогольными напитками до закуски добрались в Крыму, Макдональдс, Макдональдс русифицировали. В смысле, написали русскими буквами Мак... Макьячка, Макборщ, Макщи. Макщи, да, теперь продают вам, пожалуйста, двойной Русиана и Макщи. И в одну тарелку, пожалуйста. Да, взяли здание Симферобольского Макдональдса, которое, как мы помним, было закрыто еще в апреле 2014 года, потому что Макдональдс — это лучший индикатор международно-правовых задниц. Так вот, взяли, и он сразу понял, что происходит на полуострове, и свинтил. Здание простаивало, простаивало, а тут, я так понимаю, его Константинов, который вообще не любит пустых зданий. Владимир Константинов. У него не только здания, он вообще не любит пустые места. Вот парк, если где, он считает, где нет застройки, Константинов боится, и, в принципе, сразу же начинает застраивать. Да, он в детстве, когда ему конструктор покупали, то потом дома не протолкнешься. Везде какие-то маленькие гаражики стоят. Ну так, в общем, на самом деле, открыли там заведение быстрого питания «Мирбургер». Пришел туда Владимир Константинов, огляделся и решил что-то сказать. И сказал. Остатки в Украине уберите. Ну, у нас, по-моему, украинские языки государственные, да? Ну, сейчас поменяем. Чайку выпейте, пожалуйста. Владимир Константинов вспомнил, что даже согласно им утвержденным документам украинский язык государственный, но, тем не менее, послушайте, теперь там супы продаются по 75 рублей за порцию, 37 гривен, гамбургеры продаются и чизбургеры продаются. Папа, скажи, сколько тебе заплатили за рекламу этого учреждения? Ну, честно. 27 рублей или 30? Я не могу, там натурпродукт. Мне скоро посылочка придет, я открываю, а там борщ. Борщ. В общем, друзья, при этом в Макдональдсе, компания в украинской Макдональдсе, сказали, не, ребят, мы там на самом деле ничего не возобновляли деятельность, это какие-то странные другие люди. Другие странные люди. А ты знаешь, сколько отсеялось конкурентов? Тимати не смог выдержать конкуренцию за симферопольские зубы и желудки. Почему? Ну, потому что он собирался открыть там, на самом деле, свою компанию, а потом отказался. Более того, российский бизнесмен Александр Лебедев говорил, что мы создадим сеть Петрушка, но тоже отказался. Скажи мне, пожалуйста, все-таки вот это название, Мирбургеров, или Мирбургер? Мирбургер. Мирбургер. Я вижу в нем два таких корня. Во-первых, как бы, вот знаешь, человек, который, российский человек, он сразу увидит какое-то иностранное слово. Это бургер, да? Да. Почему бургер? Вот Константинов, он вообще кто? Он за Россию или как? Он кавалер украинских орденов. Понятно. Это наш полковник Исаев. Тогда становится понятно, что на самом деле прививают не только это, а это лежит как бы на поверхности. Но Мирбургер, он также еще созвучен со словом Миргород. Если ты вот прислушаешься, и это, в принципе, как бы... Я тебе больше хочу сказать. На самом деле, на полуострове найдется немало людей, которые рассуждают именно так, как ты, только без иронии и всерьез. Хорошо. Так, что у нас еще есть? У нас еще турбины. О, у тебя есть турбины? Ты нашел турбины для у крымских электростанций? Их даже российский МИД не может найти, друзья. Минэнерго впервые в России публично признал, что у них есть проблемы с поставками оборудования для строящихся ТЭС. Никто-то Александр Новак, это, на секундочку, фееральный министр, сказал, что да, мы не знаем, как добыть эти турбины, потому что никто нам их продавать не хочет, потому что санкции. А зачем турбины вообще? Есть другой вариант. Эбонитовая палочка длиной в 40 метров, и по ней российские чиновники в субботу в шелковых трусах съезжают. Вы маньяк какой-то, Павел. Вот честно вам скажу, мне кажется, что гораздо проще. Вместо моста, вот сейчас еще надо остановить строительство Керченского моста, просто проложить такую эбонитовую палочку, и все туристы, въезжающие с территории России в Крым, должны в бахилах или вот в этих трусах, которые вам так нравятся, шелках, вот они должны вот так как бы проезжать, и будет электричество. Маленькую электростанцию по такому же методу можно установить в крымских аквапарках. Чего зря с горки-то едешь? На трусы эти и сей, нормально. Что-то не патриот, что ли? Так, ну хорошо, подожди так, а уже строительство этих двух электростанций, электростанций, но там площадка уже есть, деньги выделены. Турбины негде взять. Сименс говорит, мы не хотим соваться под санкции, потому что недавно там... Вот вам эбонитовая палочка. Когда компания Креди Агриколь, банк французский, полез в Иран, он получил такие санкции, что вот как бы напугал всех. Так вот, а российских турбин как бы свободных нет. Приходит Новак в магазин, говорит, дайте мне, пожалуйста, 2 килограмма турбин. Они говорят, нету. Вообще все раскуплено. А как же великая промышленность России? А великая промышленность России вот говорит, что нету турбин. Нет, они там нашли на самом деле. У них, оказывается, есть турбины, которые были закуплены до санкции. В Иране. Но они их немножко закупили. Это же старая история армейская, да? Когда, допустим, или колхозная история. Когда у тебя было 10 грузовиков, а из них ездил только один или два. Потому что все остальные, они используются только в качестве запчастей. С них снимали запчасти. И вот нашли, оказывается, такие турбины. Но их используют именно как в качестве запчастей. И вообще их были закуплены давно. Есть еще одна проблема. Более того, а так как если их поставить в Крым, то проблема с их обслуживанием. Потому что на подсанкционной территории никакая европейская компания не будет поставлять соответственно. То есть, ты понимаешь, это же настоящая потемкинская ТЭС. То есть стоит такой красивый, с трубой. Обязательно с трубой. А внутри заходишь, а ничего, потому что она цельная, из кирпича. Из кирпича. Замечательно. Кстати, вот то, что в Крыму достаточно большие проблемы с деньгами. И в общем, не только с газом, с электричеством, водой. Но теперь уже и с деньгами. Стало известно на этой неделе. Значит, в сети интернет появилось письмо за подписью госпожи Апанасюк. Это на минуточку так называемый заместитель председателя Совета Министров Республики Крым. Где она предлагает, значит, по опыту субъектов Российской Федерации, там Кировская область, Пермский край и другие, на основании какого-то федерального закона, значит, сделать, внедрить, так скажем, самообложение крымчан. То есть смотри, вот у тебя нет на что-то денег, да, у чиновников, ты говоришь, эй, холопы, да, как бы, самообложитесь, нам нужны ваши деньги. Твой мотоцикл и твоя очки, и твоя одежда. Барщина такая. Они должны будут на референдумах поддержать такое требование власти для того, чтобы были введены эти дополнительные... А у России большой опыт по проведению референдумов. Можете даже не ходить, этот налог уже введен. Слушайте, вот такая вот история, как крымчан лишают света и хлеба, а как их лишают зрелищ, буквально через пару секунд в нашей программе. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Эх, жалко у нас нет тут Кристины Арбакайта. И Сергея Макрушева. И Сергея Макрушева. Их двоих нету. Нет, они где-то на гастролях. Совпадение? Не думаю. Но где бы то они ни были, друзья, если они на гастролях в Крыму, то украинского рынка им не видать. Потому что на самом деле лютуют украинские пограничники, не впускают на гастроли на территорию материковой Украины тех ребят, которые выступали в украинском Крыму. Например, из последней это Елена Воробей, а до этого были, на секундочку, Олег Газмана, Валерия, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Наташа Королева, Кристина Арбакайте. А все потому, что они, все эти ребята в 14-м, 15-м, 16-м и 17-м году ездили с концертами в Крым. Подожди, ты в 1917 году? Потому что для меня многие эти фамилии, они как бы вот из той давней такой вот истории. Из эпохи вашей молодости. Да, вот и я так думаю. Просто, понимаете, я их по учебникам изучал, а вы-то их вживую помните. Ленина помните, Арбакайте помните. Для вас-то это все, как бы люди из одного списка. Кстати, и для СБУ теперь тоже, судя по всему. Из одного и того же списка. Да, и в общем, на самом деле, мы даже звонили специально театральному продюсеру украинскому Евгению Половчене и просили его прокомментировать, как вообще пограничники принимают решение. Был, собственно, какой-то человек в Крыму или нет? И он нам рассказал, что единой базы данных нет. Смотри, он все-таки, да, но дело в том, что он же не пограничник, он там не сотрудник СБУ, да, поэтому он как бы, это его просто личное наблюдение. В общем, происходит так, прилетаешь, вот ты, Александр, например, поешь, прилетаешь ты в Борисполь, да, но не в душе, а где-то на более, да, вот, и тебя уводят в комнатку, и тебе на камеру говорят, скажите, вы в Крыму были? А ты такой, например, нет, не был. Они берут и гуглят, был ли он в Крыму, был ли он в Крыму, и если попалась афиша, на которой вы, например, изображены, что у вас концерт в Крыму, хана вам, Александр. Да, ну а как же разобраться, вот, Александр пел до 2014 года или после 2014? На афишах обычно указано не только время концерта, но и дата концерта. Дата концерта, хорошо. Вот, и на этом основании, более того, были случаи, когда люди заявили концерты в Крыму, потом на них не приезжали, на афиши были, в базе данных в интернете остались, и пограничники им на этом основании запрещали. Так вот, друзья, если вы думаете, как это вас касается, а касается это вас очень просто. Теперь, любой российский исполнитель, который намеревается продолжать концертную деятельность, он сидит и думает, вот у него есть как бы двухмиллионный Крым или у него есть 45-миллионная Украина. Вот два рынка. Поедешь налево, коня потеряешь, поедешь направо, гастрольный график испортишь. И поедет он в Европу. Вот, например, Кристина Арбакайте, она способна была давать в Украине концерты в четырех городах, четырехмиллионниках, Днепр, Одесса, Киев и Харьков. Ну, во Львов, понятно, она благоразумный человек, не поехала бы. Но Львов, по-моему, и не миллионник. Тем более, да. Ну, так вот, она за каждый концерт минимум 10 тысяч долларов, а реально 20 тысяч долларов. Причем звезда ее уровня способна была в Украине собрать, ну, концерты отыграть два раза в год. То есть два концерта в Киеве, два концерта в этих всех четырех городах, восемь концертов, умножаем на 20, 160 тысяч долларов в год. Вот такой суммы она лишается, если она выступает в Крыму. И, судя по всему, много денег у Дмитрия Дюжева и у Сосо Павлиашвили, потому что они тоже, судя по афишам, собираются приехать в Крым и выступить там. Но, соответственно, после этого в Украину не приедут. Понятно. Вот такая вот история, друзья. Давайте к другим историям. Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Внимание, это программа «Крымский пармезан» и передаем сигналы неточного времени. Мы вот делаем это постоянно практически. Да вы по жизни так. Да, Павел, да. Вы знаете вообще, вы знаете, что достигло новых высот противостояния с врагами порядка, законности и вообще стремления вперед. Я вот сейчас очень боюсь представить, о чем вы говорите. Я говорю сейчас. Знаете, вот что надо сделать, что надо сделать, если вас не устраивают люди, которые зарабатывают себе на жизнь, платят налоги и вообще как бы имеют какое-то мнение. Посадить их или снести. Правильно. Вот видите, вы уже стали на путь исправления. Итак, в Симферополе начали принудительный демонтаж, а попросту говоря, снос объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе. Сделали это рано утром, 11 апреля. Значит, сотрудники полиции и вот еще бойцы какого-то народного ополчения. Антинародного ополчения. Антинародного ополчения. Мне кажется, вот почему они пришли туда, потому что людям многим, которые торговцы на рынке, им же не сказали, что будут сносить сегодня. Со многих даже плату собрали вперед за месяц еще за этот рынок. Они пришли, значит, может быть, сейчас мы что-нибудь ополчим там, как бы, пока будут сносить. Ну, в общем, огородили, оцепили вот эту территорию вокруг мини-рынка. Там торговых павильонов очень много, там 200 человек больше, больше, чем 200 человек работало. Причем, значит, в российской администрации города Симферополя говорили журналистам, что владельцев помещений их информировали о предстоящем сносе. Якобы уже с 2015 года идет процедура демонтажа этих помещений, сказал первый замглава администрации Симферополя Александр Авдиенко. На центральном рынке готово 500 вакантных мест. Приходите, заключайте договор и торгуйте лучше здесь, чем там, вот сказал господин Авдиенко. А на самом деле, с 2015 года, когда стали сносить бульдозерами этот рынок, если ты помнишь его, да, вот рынок перед рынком, да, условно, и вот вещевой рынок, то людям что обещали? Мы здесь все снесем, и вы будете здесь ходить свободно, да, но не тут-то было. Там сделали парковку, поставили шлагбаум, и там теперь взимают деньги. То есть... Отличная бизнес-модель. Убрать то, ради чего туда приезжали на машинах, для того, чтобы сделать стоянку для машин. Парковка для машин в центре, потому что просто рынок принадлежал одним людям, да, которые не захотели прогнуться под новые власти, а, ну, де-факто, теперь эта парковка машин принадлежит другим людям. Но вот некоторые реализаторы, которые работают на этом самом мини-рынке, рассказали журналистам, что узнали о предстоящем сносе объектов лишь вечером, очень поздно, да. И по словам людей, дирекция рынка до последнего тоже молчала и собирала арендную плату. Значит, я хочу, чтобы мы здесь послушали вот что. Значит, господин Горначук, такой есть пророссийский активист, и российский, да, наверное, потому что он гражданин России. Он сказал, что вообще эти торговые точки почему-то надо было давно снести. Но не так. То, что называют рынком на Козлово, рынком не является, это гадюшник, по-другому этого не назвать. Это скопище шалманов, которые были настроены в 90-е годы. Полная антисанитария, там был не один раз, и крымчане в Симферополе знают, что этот нарыс давно надо было удалять. Но, с другой стороны, как бы, да, то есть людям должны быть так, как они привыкли работать, ну, там реально сработают проблемы в Крыму, и людям нужно, конечно, предоставлять альтернативу. Конечно, поступили по-хамски, на этом месте, насколько я знаю, будет построен новый торгово-развлекательный центр, и он будет принадлежать, я так понимаю, чиновнику, который будет достраивать эту складскую площадку. Ты знаешь, Ленин, я еще закончу. Дело в том, что, значит, наши корреспонденты связались с директором этого рынка, и он сказал, что на самом деле, да, это инициатива неградских властей, это инициатива господина Аксенова. Ну, вышла из высших кругов, вот не понравилось оно ему, да? Я тебе больше хочу сказать, на самом деле, в том, что происходит на том же Симферопольском рынке, ничего нового нет, потому что Российская Федерация в последнее время ведет себя примерно так же, как господин Аксенов, везде. Разве что пока еще не стучит к ботинкам по трибуне ООН, хотя очень скоро, наверное, может и начать. В общем, об этом буквально через пару секунд. Друзья, если вы не видели это фундаментальное выступление в ООН российского представителя, мы вам сейчас о нем расскажем. Вы его и тоже не увидите у нас, вы услышите. Это вы услышите, Владимир Сафронков, в общем, разговаривал со своим британским коллегой, обсуждая тему Сирии, и послушайте, как он это делал. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делайте для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь. Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Значит, напомню, это заместитель представителя России, нет, не при магазине торговли семечками, да, не по отжиму, представительству по отжиму телефонов, да, не по продаже, допустим, нелегального алкоголя. Это заместитель представителя России при ООН на заседании Совета Безопасности ООН. У вас просто Александр вкуса нет. А вот Пескову понравилось, он сказал, все нормально, все правильно, он сказал, все молодец. Это нормально, это эмоционально, и так нужно, так нужно говорить, потому что проявление мягкотелости чревато очень плачевными последствиями. А я на секундочку цитирую господин Пескова. В общем, друзья, если вы, выглядывая утром с балкона, увидите подбирающийся к вашему дому бульдозер, или колонну автоматчиков, или людей, которые кричат в матюгальник вам какие-то неприятные вещи, знайте, это Россия. Она так со всеми, не только с вами. Берегите себя и слушайте Крымский пармезан. Ласково и нежно. Будем надеяться, что... Да, нам, кстати, не удалось дозвониться к Сергею Макрушину, будем надеяться, что с ним все хорошо, и он продолжает свое задание на территории Крымского полуострова. Услышимся через неделю. Крымский пармезан.